Объем наличных денег в России на фоне санкций вырос в феврале на 2 триллиона рублей или почти на 15%. В абсолютном выражении это максимум с 2002 года, а в относительном с 2009 сообщает РБК. Но стоит ли хранить сейчас свои накопления под матрасом? Или есть альтернативные способы сохранить, а может даже и приумножить сбережения? Об этом в первом материале нашего выпуска. С момента введения первых же западных санкций многие жители нашей страны кинулись к банкоматам. Массово снимая наличные. Причем многие для того, чтобы тут же вложить деньги в потребительские товары, бытовую технику в первую очередь. Однако экономисты считают, что это не самый лучший способ сбережения своих средств. Надо понимать, что цены на данные товары, они конечно же в будущем, в ближайшем, относительно в ближайшем будущем, они стабилизируются. Поэтому данные действия сегодня могут также привести к возможным даже потерям. В этой связи вполне логично, что люди оказались в замешательстве. Во что же вложить свои накопления? Недвижимость по итогам последних двух лет и так сильно подорожала. Да и брать кредит под ипотеку прямо сейчас очень рискованный шаг. Вкладывать в валюту тоже поздновато, поскольку она уже успела сильно взлететь вверх. Опрос, проведенный нами на улицах Твери, подтвердил неопределенность у граждан. Как лучше сохранять свои деньги? Наверное в банке. Почему в банке? Там надежнее. Я думаю в разных кошельках и в банк может быть. Наверное наличкой, не знаю. А валюту покупать, недвижимость? Какую валюту? Толку-то. В наличке. А может быть стоит покупать недвижимость или автомобиль? Уже поздно. В банке и под проценты. То есть сейчас лучше депозит открывать? Конечно, конечно, конечно. Важным аргументом в пользу банков стало решение ЦБ о повышении до 20% учетной ставки. Коммерческие кредитные организации отреагировали мгновенно, приятно удивив граждан. Практически сразу же один за другим последовали заявления о появлении новых вкладов, причем по давно забытым ставкам в 20 и более процентов. По валютным вкладам максимальная ставка составит 7%. 6% будет, если сумма от 100 тысяч. 5% от 10 тысяч долларов. 4% от 1000 долларов. В рублях максимальная ставка в Сберовклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев. Классический Сберовклад на тот же срок можно разместить под 20%. В результате начался обратный процесс. В ряде кредитных организаций за первые два дня повышенных ставок получили приток средств клиентов в валюте и в рублях на сумму более 1 триллиона рублей. Объем привлечения в долларах вырос вдвое. Для экономики все это будет иметь положительный эффект, убеждены эксперты. Ресурсная база кредитных организаций, то есть коммерческих банков, она у нас увеличивается. Это будет вклад в более широкие возможности по вложению средств и в нашу экономику. Можно сказать, что для этого ключевая ставка-то и была, собственно говоря, повышена, чтобы таким образом стабилизировать экономическую ситуацию. Единственное, в чем уверены экономисты, так это в том, что не стоит хранить свои сбережения дома. По крайней мере, все. Конечно, что-то можно оставить в виде налички под пресловутым матрасом. Однако остальное лучше отнести в банк. Все-таки деньги должны работать. Как на вас, так и на экономику в целом. Продолжение следует...